МОРДОВИ В одном из лечебных учреждений Республики, имея доступ к лекарственным препаратам, в том числе содержащим в своем составе психотропные вещества, решила похитить их с целью последующего сбыта. Реализуя преступный умысел, во время дежурной смены она взяла в сейфе у процедурного кабинета таблетки и раствор для инъекций, содержащий в своем составе психотропные вещества. Зная, что медицинские препараты могут понадобиться не всем пациентам отделения, женщина набрала содержимое нескольких ампул в пять шприцов, после чего спрятала похищенное лекарство к себе в сумку, а по окончании смены вынесла из учреждения. Утром 26 мая женщина за денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей провела процедуру детоксикации организма, ранее незнакомую ей местному жителю. Вскоре обвиняемая была задержана сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Республиканского МВД. В ходе личного досмотра в ее машине полицейские обнаружили похищенные лекарственные препараты. Проведенное исследование установило, что они содержат в своем составе психотропные вещества. Свою вину в совершении преступления обвиняемая не признает. По приговору суда ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. С учетом наличия у нее малолетнего ребенка, исполнение наказания судом отсрочено до достижения им 14-летия. Следственным отделом отдела полиции номер 3 у МВД России по городскому округу Саранска окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в совершении мошенничества при получении выплат в крупном размере. Как установлено в ходе предварительного следствия, в декабре 2017 года 37-летняя женщина, имеющая право на распоряжение средствами материнского капитала, решила похитить денежные средства мошенническим путем. По советам знакомых она обратилась к риелтору, которая за денежное вознаграждение нашла недорогой дом в Ельниковском районе Мордовии для приобретения в собственность и помогла с оформлением необходимых документов. При этом пригодность жилища не учитывалась, поскольку в дальнейшем проживать там не планировалось. После этого женщина предоставила в кредитный потребительский кооператив недостоверные сведения о фактической стоимости жилого дома в сумме 560 тысяч рублей, тогда как в действительности его цена не превышала 100 тысяч рублей. На основании указанных документов был составлен договор займа и купли-продажи жилого дома. Совершенными противоправными деяниями отделению Пенсионного фонда России по Республике Мордовия и региональному Министерству социальной защиты, труда и занятости населения был причинен ущерб в крупном размере на общую сумму около 500 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Транспортные полицейские Мордовия пресекли деятельность нарколаборатории в период с 14 по 23 июня текущего года сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте проводилось мероприятие МАК, цель которого – выявление, пресечение, раскрытие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного ранее уголовного дела выявлено двое жителей города Москвы, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотиков. При обыске в квартире 35-летнего мужчины и 36-летней женщины правоохранители обнаружили нарколабораторию по выращиванию конопли. Всего у подозреваемых изъято более 40 кустов наркосодержащего растения, а также специализированное оборудование для его культивации. Кроме того, полицейскими обнаружено изъято наркотическое средство марихуана массой 170 граммов. Следственным отделением Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрены пункты МГИ части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В Ленинском районе города 24 июня в 7 часов утра 48-летний водитель «Шевроле Ланос» при перестроении не справился с рулевым управлением, выехал навстречу и столкнулся с «Ниссан Альмера». В результате ДТП 38-летний водитель «Ниссана» с различными травмами был госпитализирован. Троим пассажирам «Шевроле Ланос» была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. ДТП 38-летний водитель «Шевроле Ланос»